В Жамбылской области для проведения референдума подготовили 492 избирательных участка. Ожидается, что в нем примут участие порядка 688 тысяч жителей региона. Важность и порядок проведения референдума им разъяснили члены Республиканского партийного штаба. Они встретились со студентами факультета журналистики Тарасского университета и подчеркнули важность предстоящего политического события. Аналогичная встреча прошла и в областном многопрофильном центре онкологии и хирургии, где трудятся 250 человек. Их призвали к участию в голосовании и отметили, что каждый может либо поддержать поправки в основной закон, либо проголосовать против их внесения. Аналогичные встречи прошли и в IT-лицее-интернате, а также на предприятии по производству макаронных изделий в Байзакском районе. Отличительная особенность референдума в том, что глава государства сам инициировал переход от суперпрезидентской формы правления и передачи части своих полномочий парламенту страны, что является дальновидным шагом. Поправки вносятся в 33 статьи Конституции, которые наиболее часто обсуждались среди народа. Проводя встречи с населением, мы разъясняем вынесенные на референдум изменения, отвечаем на вопросы. Если жителям все четко разъяснить, то и вопросов не возникнет. Они будут понимать важность предстоящего политического события и осознавать свою гражданскую позицию. Продолжение следует...